5,5 лет колонии строгого режима и 2 миллиона рублей штрафа за взятки от предпринимателей. Сегодня вынесен приговор бывшему главе Троицка Виктору Щекотову. Обвинение доказало, что чиновник несколько лет занимался коррупцией. В деле Щекотова 5 эпизодов. Подробности у Игоря Галаксионова. Это финал громкого коррупционного скандала. В Троицком районном суде свой приговор слушает Виктор Щекотов. На скамью подсудимых он попал из кресла главы города. За два года, пока шло следствие и суд, похудел и постарел. Следователи доказывали его вину. Получал неоднократно взятки в виде денежных средств и долей в коммерческих организациях за предоставление земельных участков, за предоставление права на возможность осуществления торговли. В Троицке оглашают приговор бывшему главе города. Доказано 5 эпизодов, когда Виктор Щекотов брал взятки и превышал должностные полномочия. Эти кадры в 2013 облетели местные федеральные каналы. На них Виктора Щекотова задерживают прямо в рабочем кабинете. Идет обыск и выемка документов. После более двух лет долгого судебного процесса. По данным следствия, с 2001 по 2013 год незаконный заработок Виктора Щекотова составил более 3,5 миллионов рублей. Суд назначает наказание. 5,5 лет колонии и штраф более 2 миллионов рублей. Сам подсудимый с этим не согласен. Прямо в зале суда пишет заявление об апелляции. Виктор Александрович, согласен вы с приговором суда? Я пока без комментариев. Обзаловывать будете обязательно? Я предприняю вас с собой. Возмущена приговорами сестра экс-мэра. В коридоре перед камерами кричит, что ее брата подставили. Решением суда недовольна и прокуратура. Обвинение требовало для Виктора Щекотова 13 лет строгого режима и штраф в 220 миллионов рублей. Решение суда по провозглашенному приговору существенно разнится с позицией государственного обвинения. В связи с чем после детального изучения приговора будет решен вопрос об обжаловании. До заседания апелляционного суда Виктора Щекотова берут под стражу и отвозят в следственный изолятор. Там он пробудет как минимум еще месяц. Игорь Галактионов, Елизавета Кулешова, Александр Клыков, ОТВ.